Добрый день! Здравствуй, страна! Сегодня 4 сентября 2023 года и мы находимся в городе Кировск-Ленинградской области. Сегодня мы вновь посетили прокуратуру города Кировск-Ленинградской области и нам повезло. Мы сегодня вновь общались с исполняющим обязанности помощника прокурора, как он себя называет, Жуков Герман Алексеевич. Но комментарии по поводу прокуратуры у нас будут в дальнейших роликах. Итак, мы пришли сегодня, чтобы пообщаться с этим лицом, называющим себя прокурором и исполняющим обязанности прокурора, для того, чтобы сделать сообщение о преступлении в отношении актрисы, играющей роль мирового судебного участка номер 44 Кировского района Ленинградской области Алексеевой Татьяны Николаевны. Она у нас уже становится звездой Ютуба, как называется, да. Но это еще не последний ролик в отношении этой преступницы, государственной преступницы. Итак, значит, видео потом наш автор канала приложит, видео общения с лицом, именующим себя прокурором. Вот, но сейчас еще мои комментарии. Значит, когда в прошлый раз, в 20, какое у нас там было число, сентября, 28, не помню, да, так сказать, Герман Алексеевич попросил мой паспорт гражданки Российской Федерации, я ответила, что я не являюсь гражданкой Российской Федерации, являюсь гражданкой СССР. По праву рождения показала свой законный документ паспорта СССР образца 1974 года. Так вот, в отношении именно вот этим лицам, которые именуют себя прокурором, я хочу зачитать небольшое постановление, вот 21 ноября 2019 года, постановление Верховного Суда СССР, и, значит, коротко установил, все иностранные управляющие компании коммерческой фирмы Российской Федерации-России ведут незаконную деятельность на территории СССР и не имеют юридических прав на изготовление и выпуск документов, сбор персональных данных и документы оборот для граждан СССР. Персональные данные гражданина не соответствуют первичному документу, а именно свидетельству о рождении. Ну и так далее. Тут и говорится о водительских правах и всех документах, которые выпускает юридическая контора под названием Российская Федерация. И постановил признать паспорт гражданина Российской Федерации бланка образца от 8 июля 1997 года фальшивым удостоверением сотрудника юридического лица Российской Федерации-Россия. Так что, уважаемые или неуважаемые прокуроры, которые изучали юридическую респреденцию в Российской Федерации, как мы всегда говорим, раз Конституции нет, не может быть никаких законов. То есть это все виртуальные фикции. На что они опираются и вообще, как они себя ведут, то ли на самом деле они, согласно их гражданству Российской Федерации, они все являются недееспособными. Об этом мы уже тоже говорили в прошлом ролике при общении с Германом Алексеевичем Жуковым. Что я сейчас еще хочу сказать. Вот те, кто считает, что они граждане Российской Федерации, вот такой документик показываю. А теперь я его зачитаю. Между страницей 18 и 19 вырезана страница без номера. Она ламинированная была. Здесь был вексель с индивидуальным счетом, который работники милиции вырезали предварительно перед вручением нашей попечители МВД, то есть МВД Российской Федерации. То есть перед тем, как нам сучить вот этот фальшивый документ, а усваившись под названием паспорт Российской Федерации, когда мошенническим путем были у нас забраны паспорта граждан СССР, вот, и с тех пор у нас есть попечители, потому что согласно этим фальшивым паспортам и несуществующему гражданству Российской Федерации, мы все являемся недееспособными физическими лицами, рабами. А вообще-то, как бы это ни звучало, в общем, ладно, я пока эту формулировку опущу. Итак, то есть данные акцептированной залоговой акта церковной собственности открытого депозитного счета и имущественного сертификата на сумму, указанную в государственном именном сертификате гражданина СССР, в том числе 3% годовых амортизационных отчислений. Так, и следующее. Когда наша Людмила Павловна подала Герману Алексеевичу заявление, вернее, сообщение о преступлении, он так пробежал по диагонали, что называется, и предложил поставить Людмиле Павловне свою роспись. Она отказалась, потому что мы понимаем, для чего собираются наши подписи, росписи и так далее. Но вот когда мы предложили Герману Алексеевичу подписать наш документ, который называется «Предостережение о персональной ответственности за соучастие в антисоветской деятельности», он отказался изучить этот документ и расписаться в нем. Я не буду зачитывать его весь, он достаточно объемный такой, 4 или 5 страниц, не помню. Но чуть-чуть только первый абзац. «Лица, участвующие в формировании структур Российской Федерации, далее РФ, на территории Союза Советских Социалистических Республик, как посредством участия в каких-либо избирательных процессах, так и путем осуществления деятельности в интересах Российской Федерации, подпадают под уголовную ответственность в соответствии с законом СССР от 25.12.1958 года об уголовной ответственности за государственные преступления, так как в своих действиях такие лица руководствуются неким законодательством Российской Федерации, возникшим на основании в исполнении опубликованной 25.12.1993 года в печатном издании «Российская газета» оферты, именуемой Конституцией Российской Федерации, что подтверждает ее таковый статус – отсутствие реквизитов документа, места и даты совершения подписания, личная подпись уполномоченного лица, присущих нормативно-правовым актам, далее НПА. Более того, отрицание существующего до настоящего времени государства СССР, а Герман Алексеевич отрицает, что СССР де юр жив, без какой-либо оценки и непонимания сути нарушения, допущенных в процессе правотворческой деятельности, является следствием юридической дезориентации и введения в заблуждение населения посредством распространения заведомо ложной информации об юридически значимых обстоятельствах. И тут перечисляются факты, что, когда, кто нас предал, какие были фальсификации, подписи и так далее. На эту тему у нас очень много роликов. И вот, когда мы хотели предупредить, вернее, мы предупредили Германа Алексеевича о персональной ответственности за соучастие в антисоветской деятельности. Но что хочу сказать, вот сколько мы не посещаем вот эти юридические конторы, которые находятся на нашей оккупированной территории, которые трудятся, так сказать, против советских граждан, а в общем-то и против себя они трудятся, да, во благо другого государства, на самом деле поражает в общении с ними вот эта их ущербность. Или они играют так прекрасно вот эти роли, или они на самом деле недееспособные. И, наверное, уже пора им как-то пройти свидетельственное где-то у психиатров, потому что, ну, явно люди не понимают, ссылаются на то, чего нет. Ну, мы понимаем, что они должны кормить, так называют, как говорят они сами, кормить семьи и так далее. Они не понимают одного, что они предают свой народ, родину, свои рода и своих родственников, которые погибли в Великую Отечественную войну. Вот это самое страшное преступление. Вы знаете, что 64-я статья УК РСФСР, «Измена родине» – это тягчайшее преступление, которое не имеет сроков давности. И вот эти ухмылки, мы понимаем, что опять будет отписка, мы не надеемся на положительный результат, положительный для нас. Но время идет вперед. Советские государственные органы восстанавливаются, и то, что СССР будет восстановлен, это уже однозначно. Конечно, все мы ждем, что это событие произойдет в самое ближайшее время, но тем не менее, когда бы оно ни произошло, наша родина будет восстановлена. А все вот эти предатели, недостойные сыны и дочери, понесут заслуженное наказание. Ничего личного, только закон. Мною тоже, как советским человеком, по праву рождения, почвы и крови, гражданке СССР, так как я не проходила процедуру выхода из гражданства, а также по результатам референдума, который был 17 марта 1991 года, после которого мы стали учредителями и долевыми собственниками СССР. Поэтому сейчас мы осуществляем свою власть непосредственно. Также было подано в Кировскую прокуратуру сообщение о преступлении, которое я тоже хочу зачитать. Принять кардинальные меры реагирования и зафиксировать данное сообщение о преступлении и незамедлительно передать в орган предварительного следствия в отношении так называемых мировых судей судебного участка 44, Алексеева ТН, мирового судья участка номер 80, Трофимова и С, так как они самоуправно присвоили себе право представлять исполнительную, законодательную и судебную власть, выписывая свои частные решения, судебные приказы, исполнительные листы, определения и другие нормативно-правовые акты. Возбудить в отношении Алексеевой ТН и Трофимовой ИС уголовные дела за подрыв конституционного строя, террористическую деятельность и геноцид советского народа. Завладев моими личными персональными данными, они изготавливают бездокументарные переводные векселя и передают их на исполнение, введя таким образом незаконную коммерческую деятельность и лично обогащаясь. На самом деле и по факту они работают под прикрытием названий высших должностей и структур и работают они на бюджетный резерв США. С помощью ИНН США стабилизирует и проводит конвертацию советских рублей в билеты Банка РФ в пользу федеральной и казначейской системы США. Банковская система ИЕС США правит на территории СССР с помощью своих подчиненных и оплаченных им чиновников. То, что наша территория находится под оккупацией вот этих юридических лиц, очень многие уже об этом знают. Именно такими исполнителями и подчиненными являются Алексеева ТН и Трофимова ИЭС, а по факту соучастниками в экономическом преступлении в особо крупных размерах. А в свете сегодняшних событий, когда идет специальная военная операция, это подпадает под статью Уголовного кодекса РФ 275 и 115. Я думаю, тоже многие знают, что означает эта статья 115. Спонсирование терроризма. Также статья 64 и 65 Уголовного кодекса РСФСР. Измена родине и шпионаж. Все это образует совокупность служебного подлога, приготовления и совершения особо тяжких преступлений и наносит колоссальный ущерб нашему государству, Союзу Советских Социалистических Республик. Присвоение человеку ИНН означает передачу граждан СССР в американскую систему учета и контроля юридических и физических лиц в статусе иностранцев. Конвертация советских рублей, находящихся на счетах советских граждан, в билеты ЦБ РФ – это ключевой рычаг. На конвертации рубля выстроено коммерческое правление правительства Российской Федерации. А вот эти мировые судьи Трофимова и Алексеева являются исполнителями и соучастниками. Перекачка советского рубля и золота через банковскую систему с помощью ИНН и манипуляций с билетами банка РФ по факту уничтожает родовое наследие, которое у каждого из вас есть. При рождении оно открывается, это родовое наследие. Уничтожают культуру, образование, медицину, государственную систему в целом. Преступная и незаконная деятельность мировых судей участка 44 Алексеева ТН, мировой судья участка номер 80 Трофимова ИС, направлена на то, чтобы вывести как можно больше денег безналом в советском рубле и далее получить валюту и золото, где советский рубль превышает стоимость билета банка РФ в тысячу раз. Облагая народ СССР штрафами, налогами, пошлинами, долгами по ЖКХ, которых не существует, бесплатные услуги, ипотеки, социальные гарантии и так далее, все это есть их бизнес, конвертации, и все доходы идут мимо бюджета СССР и уходят за границу, конвертируемые, то есть отмываются, отымаются, отжимаются и схищаются. Даже содержание в тюрьме и в психиатрических лечебных учреждениях имеет свою оплату, и деньги привлекаются и также конвертируются. В своем сообщении о преступлении я требую, первое, незамедлительно прекратить незаконную деятельность, которую осуществляют мировой судья участка 44 Алексеева ТН, мировой судья участка номер 80 Трофимова ИС, второе, применить статью «Последствия незаконных сделок с возмещением ущерба мне как пострадавшей и возвратом похищенных денежных средств». Сведения, представленные в моем сообщении о преступлении, мною были тщательно проверены и надлежащим образом исследованы, поскольку основание для требуемых мной мер является обеспечительной мерой защиты. Ответ о результатах принятых мер кардинального реагирования в отношении Алексеевой ТН и Трофимовой ИС выслать на мой почтовый ящик, указываю свой адрес я здесь, и предостерегаю вас, что отписка будет являться сокрытием преступления. Все мои неотчуждаемые права дарованы и защищены бессрочно и безусловно. Указываю, когда это было совершено, 0-4, 0-9, 2023 года. Людмила, дочь Павла, из рода Грошевых. И небольшой комментарий. То, что они все коммерсанты, все эти юридические лица, и работают по торговому праву, не зря же у них везде висит трехцветный флаг. Этот флаг является торговым, он не является нашим государственным флагом, а в нашем государственном флаге мы делали видеоролик в предыдущих роликах, что у нас государственный флаг красный Союза Советских Социалистических Республик. Поэтому, он, наверное, поэтому и хотел получить от меня роспись, потому что по ихнему торговому кодексу UCC тот, кто последний ставит подпись, роспись, автограф, тот и является должником. Так вот, еще раз хочу сказать, мы не являемся должниками. Все граждане СССР являются кредиторами для всего мира. И сейчас вот они продолжают вот эту игру, выписывая и передавая друг другу вот эти бикселя. Таким образом, не создавая ничего полезного для нашей Родины, для нашего народа, они просто как паразиты. Сосут с наших родовых счетов советские золотые рубли. Вот это я и хотела донести до исполняющего обязанности прокурора города Кировска, Ленинградской области Кировского района, Жукова Германа Алексеевича. Пусть примет это к сведению. И, кстати, я приложила распечатку с сайта английской королевы, чтобы он знал, у него времени нет, изучил, где зарегистрировано правительство Российской Федерации. Благодарю. Мы сейчас пообщаемся, потом также напишу заявление, представление, сообщение, представление. Так, значит, сегодня, какой у нас, 4 сентября 2023 года, и мы вновь пришли в Кировскую городскую прокуратуру. Я извиняюсь, давайте вы пообщаетесь со мной, а мне... Да, и вот я просто хочу озвучить вас, да. Давайте. Вновь пришли в прокуратуру на прием, и получается, что сегодня тоже прием ведет Жуков Герман Алексеевич, да? Заместитель прокурора. Заместитель прокурора. Значит, Герман Алексеевич, в прошлый визит, неделю назад, мы с вами пообщались на тему сообщения о преступлении по поводу того, что долгов по ЖКХ не существует. Да, я слышал. Да, мы слышали? Ну, я помню, заявление ваше заинтересовало. Да, да, вот. Но поскольку юридические лица с нас выдавливают ежедневно деньги, какие-то долги якобы, вот. И теперь мы сегодня пришли по поводу, как сказать, лица, который именует себя мировым судьей судебного участка 44 Кировского района Ленинградской области Алексеева Татьяна Николаевна, которая как бы представляет Российскую Федерацию, судью Российской Федерации, но при этом нарушает якобы существующие законы Российской Федерации, как то, например, строчить судебные приказы, когда якобы должник получает судебный приказ, с момента его получения в течение 10 дней судья должна отменить судебный приказ, но этого не происходит. Вот у меня целая стопка аналогичной ситуации, аналогичных документов, которые вынесены по поводу Антонины Петровны присутствия, если у нас человек, которому 88 лет. И, значит, в таких случаях она не отменяет судебные приказы, хотя в день получения судебного приказа Антонина Петровна пишет возражения, но в ответ на это Алексеевна пишет, что отменять она не будет, потому что уже гражданское дело, исполнение и так далее, и так далее. И объясняет это таким, значит, аргументом, что мы вам, Антонина Петровна, высылали судебный приказ с заказным письмом, с уведомлением, но вы такая дорогая, такая плохая, что не пришли на почту и вы не получили. И непонятно, где в этот момент, Алексеевна, мне не интересуется, да, где в этот момент была Антонина Петровна, к примеру, да, и вообще какое отношение суд Российской Федерации имеет гражданке СССР по праву рождения Антонины Петровны. Во-первых, давайте так, по порядку, Герман Алексеевич, скажите, кто назначил мирового судебного тут Алексеева? Ну, это не в прокуратуру, вопрос в прокуратуру никакого отношения не имеет. У вас такой информации нет, да? Мы просто делали несколько запросов Алексеевой, но не получили данный вопрос ответа. Ну, это же судебная система, это, ну, прокуратура отношения никакой не имеет. Ну, а как уж вообще? Я, хорошо, нет, но вообще, кто их назначает? Куда нам обращаться? Ну, я думаю, вам с запросом в суд надо обратиться, наверное. Были запросы неоднократно на протяжении нескольких лет, ответов нет. Ну, сложно сказать. Мы, как бы, за судьями вообще надзор, ну, как таковой не осуществляем, мы осуществляем надзор только за судебными решениями. И, как бы, назначение судей, ну, прокуратурой Кировского района точно никакого отношения не имеет. Ну, понятно. То есть мы не найдем концов. Кто ее утвердил в этой должности? Наверное, найдете, если захотите. Так мы хотим уже на протяжении нескольких лет, я говорю. Сколько, Людмила Павловна, с нас уже выдалбливает деньги? У вас сейчас суть обращения в чем? Суть обращения в том, что выносит приказы и в день получения этого приказа, копии, не отменяет в течение 10 дней. И продолжает снимать деньги. Суммы большие. Я взглянусь, могу. Долгов по ЖКХ не существует. Какие мы тут должники? Я вас в прошлый раз слушала. Отказ по отмене судебного приказа сейчас выносится у всех одинаковый. Что? Они ссылаются только на то, что пропущен срок. А как же он пропущен срок, если человек в день получения тут же пишет о том, что он не согласен. Такой вообще у него нету нормы закона, чтобы на это ссылаться. Мы в прошлый раз ведь говорили, что срок вынесения судебного приказа и срок получения это разные вещи. Поэтому даже по законодательству Российской Федерации судья Алексеева здесь все нарушила. А почему нарушила? Это уже будет в моем сообщении о преступлении. Почему это происходит? Не соблюдают свои же законы. Пожилой человек вообще не может никуда входить на это. В этом решении в определении судей написано право различного обжалования. Вы воспользовались данным правом? Нет, мы не воспользовались. Мы хотели сначала разобраться с Алексеевой. Почему она нарушает законодательство Российской Федерации? Понятно. Я у вас услышал. Здесь у вас заявление по этому поводу. Вы хотите подать право? Ну да, подать сообщение о преступлении. Это преступление. Ну, вы можете назвать как сообщение о преступлении, смотря что вы там напишете. Я же не знаю, у вас заявлений-то нет еще больше. Потому что после того, как мы с вами пообщаемся, будет заявление. У вас заявление, да? Да, у меня как раз сообщение о преступлении. Вот по поводу мирового судьи участка 44 Алексеева ТН и мировой судья участка номер 80 Трофимова И.С. Здесь подробно расписано, на что я ссылаюсь, что это за преступление. Полномочия мне их не нужны, потому что мы уже полностью все побавили, пробивали. Что? Ну, дайте мне их смотреть. Ага, хорошо. Именно об этом. А, что я хотела еще сказать. В прошлый раз вы сказали, что у вас нет времени заходить на сайт английской кораблей. Да, да. Ну, и в качестве услуги я сделала распечатку, где зарегистрировано правительство Российской Федерации. Вы сюда приобщили? Да, вот оно здесь. А, она к заявлению прям предложила? Да, да, да. Прямо к заявлению. А это вот моя копия. Мне просто ее зовут. Как бы о получении, что я ее отдала. Здесь подробно расписано в этом сообщении о преступлении, чем занимаются наши мировые судьи, о том, что они себе присвоили вот эти все полномочия исполнительной, судебной и законодательной власти. На самом деле они все работают по коммерческому торговому праву и выписывают бездокументарные переводные бикселя. Для чего это делается, там тоже все расписано. И про коды валют, и про банковские операции, и про казначейство. Я вам разъясню положение Уголовного кодекса Российской Федерации, 306-й статьи Уголовного кодекса. Это заведомо ложный донос о совершении преступления. Понимаете? Понимаю, да. Я там написала, что я достаточно исследовала вот эти все материалы, поэтому я об этом и сообщаю. Ну, учитывая, что вы пишете сообщение о преступлении, вам здесь необходимо будет на нашем образце вот здесь написать, что 306-я статья, разъясненная и понятно. 306-я статья? Да, Уголовного кодекса Российской Федерации. А у меня есть законодательство РСФСР. Ну, если вы считаете, что у вас РСФСР, вы сейчас пишете, подождите, вы сейчас пишете о том, что мировой судья и даете оценку по законодательству. Я так понимаю, вот УК РФ 275-я, и 115-я, да. И статья 64-я и 65-я УК РСФСР. Вот так как вы даете оценку, пишете, что полагаете, что совершено преступление вот по этим статьям, я вам разъяснил согласно Уголовного кодекса ответственность за заведомо ложный донос, который вы мне сейчас распишете. Расписываться я не буду. Почему я должна расписываться? Нет, ну, написать, что... Вы поймите, я как прокурор вас должен об этом предупредить. Вы мне предупредили устно, это все зафиксировано. Ну, это вы фиксируете. Да, потому что роспись, она стоит денег. Вы предлагаете мне заплатить вас? Ну, конечно, все мои персональные данные стоят денег. Нет, это не персональные данные. Я вам, Алексей, если вы предлагаете Людмиле Павловне поставить свою роспись, я вам предлагаю тоже поставить свою роспись в таком документе. Я вам поставлю свою роспись, вот на этом сообщении... Который называется предостережение о персональной ответственности за заучастие в антисоветской деятельности. Хотите расписаться? Нет, я в ваших документах буду расписываться только в тех, которые вот я у вас принимаю. Нет, вы в наших документах, а мы граждане СССР. Вы граждане СССР, мы действуем на вашей территории, по вашему мнению, незаконно. Вот документ, делайте себе ксерокопию, пожалуйста. Или не выбирали. Можно не расписываться, вы же здесь... А, кстати, вы вообще в заявлении не дадите. Людмила, дочь Павла, из рода Грушевых. Ага. Вы будете делать ксерокопию в этом предостережении? Ну, нет, оно мне зачем. Если вы хотите приобщить его к заявлению, допишите, Нет, я не хочу, мы потом на видеозаписи это все прочитаю, да, потому что Герман Аликс отказался. А может, я могу сделать ксерокопию, чтобы поизвучить человек? Нет, мне спасибо. Если вы прилагаете к заявлению в каком-нибудь, вы можете вот сейчас будете писать, прилагаю предостережение. Все, мы у вас примем вместе с предостережением. А еще постановление 21 ноября 2019 года. СССР, Верховный суд установил, что все иностранные управляющие компании, коммерческие фирмы Российской Федерации ведут незаконную деятельность на территории СССР и не имеют юридических прав на изготовление и выпуск документов, сбор персональных данных и документы оборот для граждан СССР. Это просто кое-то. А вы, собственно, приедете какие-то паспорта, недействительные Российской Федерации, росписи какие-то вставе в документах? Нет, подождите еще раз. Вы еще хоть раз или еще раз? Подаете заявление, сообщение о преступлении, где просите дать оценку, в том числе законодательству по Уголовному кодексу Российской Федерации. В связи с чем я вам разъяснил требования статьи 306, за что предусмотрена ответственность. Это моя обязанность. Только не забывайте, где находится юридикция Российской Федерации. Ну а что же вы тогда пишете про Уголовный кодекс? Нет, мы применяем ваши. Я сейчас еще один вопрос. А кто вам передал вот это вот здание? Да мы уже беседовали на эту тему. Ответы не нашли. Я хочу сказать, что да, мы в Уголовный кодекс Российской Федерации, да, вот применительную форму иметь, я его применяю. А это основное императивное право, да. Я могу и Российской империи сюда тоже вписать. Да, вот посмотрите. Оно тоже действующее, кстати. Почему еще нет Российской империи? Будет скоро. И Российская империя, они все действующие. Все, можете присесть, сейчас я зарегистрироваю. Веселые у нас общения. Никто не хочет подписывать документы от нашего суда, Верховного. О незаконной деятельности коммерческих организаций на территории СССР. У них это называется особая правовая зона и применяется торговый кодекс UCC. Все они выписывают векселя, а люди бегают и доказывают, ссылаясь на какие-то законы. Они понятия не имеют, что здесь идет коммерция. То есть, векселя уже мы сейчас будем отправлять им. И вот надо, скажем, нашему народному совету подумать на тему за использование нашей земли, нашего здания. За аренду. За аренду, да. За все годы. И зарплату. После 17 марта 1991 года. Когда все юридические лица от имени Российской Федерации заняли нашу народную собственность. И используют ее против граждан СССР. Вы ее арендуете, тогда будем выставлять счет за аренду. Это ж не просто так. А то, что все являются гражданами СССР? Значит, вот это вот предостережение персональной ответственности за участие в антисоветской деятельности я сегодня еще коротко запишу на видео, чтобы народ сыншел. Здесь все аргументы и факты. Ничего личного, только закон. Я здесь применила и естественное право. Вот там, где я подписалась. Людмила, дочь Павла из рода Грошевой. Это естественное право. Видите, сколько я применила. Я вас единственное, что попрошу, вот вы прилагаете к этому заявлению вот это вот. А, писали. Вы здесь, да, пишете, что вы прилагаете. Хорошо, приложение, да. Это уже в последний момент там. Вы за регистрационное правительство Российской Федерации в Англии. Тогда почему вы здесь-то находитесь, на нашей территории? Ну, они их служили. Если вы служите во благо другой страны. Татьяна, они все работают от них, по контракту. Они их служили. А, ну да, сейчас у вас, Герман Алексеевич, статус получается наемник. Наемник. На нашей земле против нашего Советского народа, да. Так что смотрите наши ролики, канал Константин Александрович, мы никуда не скрываемся. Некогда, если честно. Некогда? Вообще некогда. Ну, поэтому вы на многие вопросы не можете ответить. Возможно. Но вы же юрист, вы должны знать законы, хотя бы своей Российской Федерации, которые не существуют, министерство юстиции не существует. Нет Конституции. А если нет Конституции, значит нет законов. Поэтому никаких мировых судей, никаких городских и прочих районных нет от слова «совсем». Это виртуальная фикция. И Российская Федерация – это группа компаний, которая работает против граждан СССР на наше уничтожение. И самая страшная статья – это геноцид. В отношении нас. Мы никаких долгов не имеем по поводу ЖКХ, это уже всем понятно. Самые богатые граждане СССР. Какие долги? Мы кредиторы для всего мира. Для всего мира. 168 стран признала нас кредиторами. 168 стран. Существует международный договор. Да там просто приложение на одном листе. Ага, да, правительство РФ. Где зарегистрировано? Ага, один есть. Да, вы же тоже гражданин СССР. То есть, наверное, у нас здесь родили. Где-то там за границей. А, кстати, если родители у вас граждане СССР, даже если вы за границей родились. Я гражданин СССР, да? Конечно. По праву рождения, по праву почвы, и в роде. Родился я СССР. Конечно. И родители ваши граждане СССР. А на СССР никуда не делся, да юный шип. У вас заявление, я так понимаю, будет почвей. Да. Вы его так же, как в прошлый раз. Но в прошлый раз все, я получил ваше заявление, я зарегистрировал. Все, как положено. Герман Алексеевич, для чего вот мы к вам пришли? Мы вас уведомили, как говорится, вот на виде протокол. То есть, вы в курсе, что СССР де юры жив, и что вы гражданин СССР. Вы же мне в прошлый раз еще это рассказываете. Вы думаете, я с первого раза вас не услышал? Я вас услышу с первого раза. Понимаете, вот и радуетесь, что вы гражданин СССР, самый богатый человек. Хорошо, спасибо. И мы все кредиторы, а у нас должника не выставляют.